друзья всем доброе у меня уже пошел здесь четвертый день я приготовил себе завтрак ну правда особая доготовка не назовешь что я уже затарил сам сыр бекон обезжиренный йогурт банан и волшебный напиток выглядит как что-то химическое но на самом деле чистое здоровье чистое здоровье гуава лайм яблоко кокосовая вода и голубая спирулина голубая спирулина звучит немножко конечно странно целый набор витаминов для меня это открытие я таких еще штук не встречал не видел вот такая штука кстати по вкусу очень интересная вещь и лайма мне отдает не бьет сразу по шарам вкусная вкусная вещь сегодня у нас задача активировать местную сим-карту гирга заполню я зайду на сайт заполню все формы активирую и попробую чтобы это все работало да ребята кто не в курсе чем я здесь занимаюсь я участвую в проекте когда в течение месяца может полутора я объезжаю всю великобританию англию шотландию северную ирландию и посещаю университеты общаги вот это моя комната в общежитии в университете ньюкасла сейчас я прохожу так называемый карантин изоляцию которую необходимо пройти студентам сейчас всем потом я отправляюсь путешествия по школам колледжам университетом по всей англии поэтому смотрите у меня уже было несколько серий посмотрите предыдущие как я приехал чуть сделал и смотрите дальше куда я отправлюсь а пока вы с вами тренинг продолжаем в городе не коснул всего находится два университета один из которых так и называется ньюкаслский университет вот как раз в общежитии его я и нахожусь в одном из его корпусов он был основан 1834 году ему уже почти 200 лет и брал свое начало он еще как школа медицины и хирургии именно в самом городе ньюкасл или ньюкасл об он тайм потому что ньюкасл он не единственный есть еще и другие ньюкасл и в самом ньюкасл и проживает 280 тысяч человек но именно как районный центр если брать весь ньюкасл с его окрестностями то здесь будет около 800 тысяч жителей то есть это достаточно населенный пункт это далеко не деревня и как я уже говорил в предыдущих выпусках если вы не смотрели самую первую серию моей британской поездки там как раз когда я прилетаю и еду на метро и до городе с населением меньше 300 тысяч есть метро как вам такое по моему очень круто это говорит о развитости города крупных вузов здесь три то есть два университета и один колледж университет ньюкасл а это главный вуз города всего студентов здесь обучается на 3 этих учебных заведениях около 100 тысяч то есть можете себе представить если сам город 280 тысяч а студентов 100 то есть практически каждый третий человек это студент значит через восемь лет после своего основания школа становится колледжем дармского университета 1871 году в учебном заведении появляется также и колледж физики он же в 1934 году становится дармским колледжом физической науки на этом история о трансформации колледжа не заканчивается и в 1934 году колледжи объединяются в так называемый king's college однако после возникновения некоторых дискуссий в 1963 году университет все-таки был разделен и образован тот самый университет ньюкасл апонтайн который известен нам сейчас одна из отличительных черт этого университета сегодня это наличие программ инду что такое инду инду представляет собой организацию которая предоставляет программы обучения международным студентам на территории университета каждый год вуз принимает большое количество студентов со всего мира и вуз постоянно взаимодействует с другими топовыми учебными заведениями над созданием специализированных программ которые разрабатываются специально для студентов прибывших из-за границы и вот этот корпус в этом место в это резиденция здесь корпус университета это все ориентировано на студентов международников сейчас я вам вещаюсь своей комнаты в резиденции первом своем выпуске когда только приехал я показывал вам корпус одно из зданий посмотрите очень стильное классное здание но дальше я буду еще детально подробно посещать и всех встречаться с представителями учебного заведения смотреть потому что если вам интересно я все это буду выкладывать дальше поэтому обязательно смотрите реально будет очень круто и интересно вот пройдусь немножко вам покажу территорию общаги и вообще что такое английская общага это я сейчас уже на территории я зашел через ворота так вот то мои ворота значит и здесь вот это все это общежитие это все общежитие это территория этот двор никто сюда пройти не может кроме студентов университета здесь помогает студентам иностранцам полностью занимаются документами ориентация в вузе помогают адаптироваться завести знакомства найти друзей очень крутая подготовка для иностранцев одна из проблем с которой сталкиваемся мы иностранцы это отличие систем образования и как раз в этом международном отделении инту помогают плавно грамотно интегрироваться сам ньюкаслский университет входит в топ 160 мира занимает 16 позицию великобритании в сфере исследовательской деятельности третью строчку в стране в области анатомии и физиологии по версии кабель университет гайд 7 место в области архитектуры 10 в сфере маркетинга входит топ 100 по психологии топ 125 по и распруденции и топ 150 по естественным наукам и инженерии еще немного университетов в цифрах сколько здесь обучается студентов здесь обучается около 28 тысяч более 135 это количество стран из которых приезжают сами студенты какие программы здесь обучается их здесь более трехсот университет является одним из двадцати четырех ведущих университетов которые вошли в почетный рейтинг russell group представляющие собой элитную группу сотрудничество 24 вузов великобритании а сам город ньюкасл признан одним из лучших студенческих городов всей страны и мы с вами его будем смотреть и да здесь на этом канале нас maps education я буду выкладывать видео которое больше про образовательную тему и также заходите на мой второй канал егор еремеев ссылка в описании там больше информации туристической все что делать в городе куда ехать в стране там больше туристический уклон поэтому заходите подписывайтесь и я уверен что будет интересно не указал друзья культурный оживленные финансово доступный город он гораздо дешевле крупных городов англии смотря на то что городок небольшой здесь расположены достаточно много картинных галерей театров в числе которых и театр и royal theater до королевский театр средневековый замок ньюкасл известный во всем мире мост миллениум и библиотека расположена непосредственно в университете завоевала награды пять раз подряд за самое лучшее обслуживание что касается кампуса университета то на его территории достаточно много зеленых насаждений я вот показывал как раз и резиденцию сам он выполнен в сочетании старые современные архитектуры здесь также расположены и зоны общественного пользования где студенты могут встретиться пообщаться выпить кофе и конечно университет удобно расположен в паре минут ходьбы от главного торгового центра в городе поэтому и у студентов всегда есть возможность сходить в перерывы перекусить или полноценно пообедать а также просто расслабиться сменить обстановку и большая часть студенческих комнат а именно общежития или резиденция находится в 10 минутах ходьбы от учебного кампуса если вам кажется что до ньюкасла сложно добраться абсолютно нет я летел через шарф де голь через париж и сразу же с пересадкой в шар де голь и которая была часовая прилетел сюда в аэропорт аэропорт также удобно расположены вы выходите из аэропорта и сразу садитесь в метро 25 минут на метро и вы в центре города от метро пешком две минуты и вы на территории университета как вам такое я ни разу не вызывал такси ничего вообще не каких-то сверхъестественных затрат в реально мне кажется для студентов просто вот супер расположение супер кто-то может сказать допустим болен ну вот лондон из москвы в лондон четыре часа да там или из питера да ребята из москвы в лондон четыре часа но потом вы будете во первых выходить из аэропорта который хитро который перегружен после этого у вас университет естественно не будет в двух шагах от самого аэропорта вам нужно будет куда ехать и как правило если вы будете ехать в том же лондоне в университет университет у вас будет в одном месте а ваша резиденция скорее всего будет в другом месте и в лондоне только на метро у вас может уйти спокойно полтора часа также любое перемещение в лондоне она будет снимать у вас огромное количество времени в небольших же городах вот таких как newcastle здесь все в шаговой доступности 10 минут до 10 минут сюда и вы экономите по итогу гигантское количество времени на то же самое перемещение что еще касается резиденции комнаты здесь просторные на мой взгляд включают в себя спальное место рабочую зону душевую с туалетом и даже небольшую личную кухню где есть все необходимое для готовки что касается рейтингов еще немножко университет имеет 5 звезд от к вес рейтинг что говорит о том что студенты могут получить доступ к огромному спектру услуг которые помогают в учебе по его уже указаны ранее библиотека которая сказал университет включает в себя лаборатории студии музей галереи фермы и даже морское судно вместе с вами мы обойдем территорию кампуса попозже в других роликах и все это посмотрим в kingsgate сосредоточены сервисы студенческой поддержки спортивный зал карьерный центр так называемая культурная лаборатория здесь находится цифровое художественное пространство здание студенческого союза где студентам и выпускникам можно получить советы и рекомендации учебная зона где можно удобно расположиться и позаниматься также здесь несколько баров и место для проведения музыкальных мероприятий есть так называемое здание северной сцены где проходят студенческие спектакли armstrong building сочетает в себе гидродинамичную лабораторию необходимую для изучения масс-медиа и журналистики инструменты лекционной аудитории и комнаты для семинарных занятий здание изобразительного искусства здесь проходят выставки также находятся студии для рисования скульптуры ну и конечно студентов есть возможность посещать различные мастер-классы мастер-классы по дереву металлу и керамике еще одно здание это архитектурное здание architecture building в этом здании у студентов есть возможность в буквальном смысле заниматься днем и ночью потому что она открыта 24 часа архитектурное здание о чем это говорит чем могут заниматься там студенты ну я думаю что понятного следующий комплекс это мерс корт здесь находится большинство лаборатории интеллектуальных сетей учебная лаборатория по электроэнергетике лаборатория кат и множество других во всем университете еще много много всего различного интересного студенты могут заниматься в фитнес-центре который расположен прямо на территорию университета заниматься танцами фитнесом волейболом баскетбола здесь можно взять на прокат необходимый инвентарь ракетки для тенниса например хочу еще отметить такой момент что если вы любите языки то у студентов есть бесплатный доступ к университетскому языковому ресурсному центру который отличился кучей наград центр предоставляет материалы для самостоятельного изучения более 150 языков и также вы можете оттачивать свои навыки благодаря видеотеке в которой содержится более 3000 фильмов на различных языках но это небольшое лирическое вступление предисловие скажем так университету newcastle к программам into дальше пойдем его смотреть кстати друзья если вы не в курсе у меня также есть instagram в инстаграме я в режиме реального времени практически каждый день выкладываю истории истории из своих поездок и вы можете мне там прям в режиме live задавать вопросы я отвечаю всегда рад ответить рассказать что-то показать поэтому тоже если у вас есть instagram заходите подписывайтесь можете писать комментарии поэтому жду вас также и в инстаграме а я купил себе иголки ребята иголки а ну-ка напишите быстренько в комментариях кто думает для чего я купил иголки написали ответ будет буквально через несколько секунд короче я значит сейчас активирую сим-карту местную для этого не нужно никакие не паспорта ничего и блин они продаются в любом супермаркете вот такая штука в ней сразу же идет наборчик на несколько сим-карт на несколько телефонов вставляете ту которая подходит к вашему телефону что нужно тут буквально инструкция из нескольких пунктов у меня провайдер gifgav забавное название заходите на сайт все написано gifgav activate заходите на сайт вводите там данные буквально пять минут это занимает активируется все это дело и потом нужно вставить сим-карту и вот как раз для того чтобы вставить сим-карту мне и нужны иглы если кто подумал что я собрался тут штопать себе плавки то нет я здесь еще не успел задереть их до дыр еще поездка наша только началась всегда когда вскрываю вот так телефон сим-картами у меня такое чувство что я какой-то работник часового завода хирургические операции вот смотрите на эту сим-карту это конечно круто что и такие маленькие но болен нельзя было что-то придумать поинтереснее почему нельзя было уже чтобы она встроенная было и просто берешь заходишь на сайт компании какой-то и автоматически там активируешь она как-то коннектится зачем вот эту штуку с чем у каждой компании свои вот эти сим-карты одно и то же же везде надо вот этой вот фигней заниматься не согласны со мной но это на самом деле во всем так и в документах и в карточках банковских да все же может быть в одном момент истины я вставил а ума сейчас будем смотреть активируется ли она телефон у меня на две симки показано вот сим-карта 2 гиф гав номер неизвестен вопрос и и что дальше скорее всего надо зайти на сайт и провести какие-то манипуляции хай ереме 46 вот он мой номер let's get started ten missions left 10 миссии осталось вы активе тинги всем мы активируем твою сим-карту 1 я не хочу читать я хочу чтобы все работало друзья давайте вперед вообще вроде instagram работает все что нужно instagram есть все об остальном можно не беспокоиться давайте попробуем позвонить моему другу проверить связь но пока я нахожусь на изоляции комната это по сути офис понимаете вот это моя мобильная студия студентам нужно готовить домашние задания я делаю работу и сейчас записываю звук для очередного ролика для моего второго канала про путешествия да и ролик будет про лучшие велодорожки в мире а я увлекаюсь велосипедами когда выглядит но приблизительно вот так клоу хаммер road сша северная каролина является штатом который славится спортом среди которых и такие интересы как прогулки на свежем воздухе и наслаждение природы готовый ролик правила дорожки вы сможете посмотреть на моем троу канале ближайшее время поэтому подписывайтесь и тут а то же работа работой изоляция изоляция и да по расписанию я не удержался и все-таки этот английский доширак я все-таки заварил смотрите накрыл я это все тарелки потому что у меня крышка порвалась вот он стоит у нас значит тут что у нас тут king королевский ну дал ну что ждем пока он настоится наш доширак а